Добрый день дорогие друзья, сегодня у нас пятница, мы проводим обзор наших портфелей и в частности хочу отметить, что в связи с тем, что на самом деле очень много работы, портфелей много, я поэтому сокращаю количество наших встреч до двух в неделю, одна будет происходить в понедельник и одна будет происходить в пятницу. Поэтому мы переходим на две встречи в неделю, поэтому поймите меня правильно, если у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста не стесняйтесь, пишите в мессенджере, можете писать, можете писать, найти меня там в телеграме, в фейсбук, в телеграме, в ватсапе, то есть я есть везде, в принципе меня можно найти и я в принципе на все вопросы отвечаю. Значит что касается портфеля, то есть в таком рынке как сейчас мы видим, что последние три дня у нас акции Small Cap Company или Russell 2000 начинают подрастать, но опять же какого-то сильного отражения это в портфеле не имеет, разве что хочу отметить компанию IRBT, которая неплохо поднялась, эта компания входит в мой Value портфель. И как я уже говорил, к сожалению вот я на эту компанию продавал 50 колы и уже наверное буду их выкупать, возможно я останусь в этой компании, посмотрю как вот сегодня я буду 50 колы выкупать, я их покупал в расчете на то, что акция вверх не пойдет. Но опять же эти, извиняюсь, продавал 50 колы, на них заработал 220 долларов, поэтому в принципе сделка была в целом положительная, поэтому я наверное эти колы выкуплю сегодня по себестоимости, поскольку последний день перед экспирацией, эти колы не имеют практически никакого extra value, поэтому я их выкуплю, там если акция 56, там за 6 долларов выкуплю, у меня акция останется. Что касается других компаний, то особенно никаких движений нету, поэтому этот портфель, ну конечно он не отвечает тем ожиданиям и Gross портфель, который я на самом деле перешел при вас еще в прошлую пятницу, ровно неделя этому портфелю, этот портфель показывает значительно лучшую динамику. Напоминаю, какие акции входят в Gross портфель, я на самом деле вышел из двух из них, поскольку эти акции дали наибольший прирост и я имею тенденцию вообще закрывать очень прибыльные позиции, в частности я напомню, что я закрыл компанию BYND, после того как купил ее в прошлую пятницу по 91.88, я ее закрыл по 129.80, то есть я в ней заработал практически 3800 долларов. Мы видим, что эта акция спустилась вниз, начинает возвращаться, но обычно я два раза в одну и ту же акцию не захожу, поэтому пока у меня есть освобожденные деньги в портфеле и я вам скажу о тех переменах чуть позже, куда я буду дополнительно заходить. Вчера я также продал на движении вниз акции компании Z-Lab, когда она пробила 50 долларов, поскольку акция тоже мне это неплохо дала заработать и я в ней закрыл по 40 с чем-то долларов и заходил, 900 долларов я в ней заработал, выйдя в ней на пробой 50 долларов, 49.80 была моя цена, где-то 900 долларов я в этой акции заработал. По-прежнему в моем портфеле остаются такие акции как LK, в которых я сижу и в которых я ожидаю продолжения движения. В моем портфеле есть такие акции как Micron, которая тоже в принципе растет, компания SQ, которая чуть-чуть забуксовала после того, как пробивала уровень в 70 долларов. То есть она чуть-чуть вчера приспустилась, не понимаю почему, потому что преодоление этого 70 долларового барьера было таким достаточно технически важным событием для акции, но она этого не пробила, поэтому ситуация таковая. Компания Qualcomm, я ее продолжаю держать, мы видим акция поднимается с позитивным рынком, компания должна быть бенефициаром 5G технологий, а помимо этого у меня в портфеле есть акция MSFT Microsoft, которую я хотел продавать, но акция в принципе растет, она находится на своем максимуме практически, ну не практически, а на максимуме, поэтому я эту акцию продолжаю держать в своем портфеле. Помимо этого у меня в портфеле GNRC, это компания, которая выпускает генераторы, которые используются при шортедже электричества, когда отключают электричество, я ее тоже держу, в принципе компания отвечает всем моим требованиям. И все, то есть вот это компании, которые входят в мой портфель, поэтому я хочу какие-то две компании, поскольку я две из них закрыл, компании, как я уже сказал, ZLab и BYND. Поэтому сегодня я в свой портфель добавляю компанию SHAK, это сеть ресторанов, Goldman очень позитивно отзывался об акциях этой компании, компания диверсифицирует свое меню, а в Нью-Йорке достаточно много ресторанов, они в аэропортах американских, поэтому я эту акцию покупаю. Я покупаю SHAK, извиняюсь, я еще забыл сказать, у меня в портфеле продолжает находиться акция компании YETI, в которой я буду сидеть достаточно долго. Собираюсь сидеть, ну где-то долларов до 70, я думаю, буду сидеть и надеюсь, что акция туда дойдет. И также в свой портфель я сегодня хочу добавить акции компании Uber, наверное, поскольку за Uber, наверное, будущая акция. Вчера продемонстрировала некоторую слабость, сегодня мы видим, что особенно нету, но я хочу Uber в свой портфель, тем не менее, добавить, поскольку я связываю определенный потенциал с этой акцией в текущем году. Это, в принципе, все по портфелю GROSS, а также я говорил, у меня есть портфель Income портфель, который состоит из дивидендных компаний. Там, в принципе, тишь глади Божьей благодать, дивиденды будут платиться где-то уже, ну поскольку я покупал акцию, ну какие-то акции заплатят мне январские дивиденды, возможно. Ну, соответственно, как я вам говорил, я выбирал этот портфель на базе того, чтобы получать где-то в год порядка 8% дивидендного дохода и на месячной базе, поэтому, ну, в принципе, этот портфель не такой, кстати, как портфель GROSS, поэтому, на самом деле, именно GROSS портфель дает вам возможность заработка. Ну, правда, из этого портфеля нужно вовремя выходить, вовремя нужно менять акции, вовремя закрывать прибыльные позиции и, соответственно, обрезать убыточные позиции. В принципе, это все, что я хотел сегодня сказать. С вами был Саймин Брагинский. Всем хорошего дня, до новых встреч и до свидания.